Ярко, захватывающе, волшебно, так можно описать премьеру мюзикла «Парижские тайны». На неделе она прошла в Музыкальном театре Кузбасса. А можно сказать, политический спектакль про чиновника, который отказался брать взятки, и за это его пытались убить. Парижские тайны, парижские тайны, все вместе, случайно. Мюзикл «Парижские тайны. Последнее творение Кима Брейдбурга» в основе одноименный роман французского писателя Эжен Сю. Основоположника так называемого уголовно-сенсационного жанра. Костюмы и декорации полностью повторяют атмосферу Парижа конца 19 века. Где-то около 150 костюмов, они очень сложные все, все натуралистичные, многослойные, с огромным количеством кружева, камней, отделки. И, конечно, огромная благодарность и хам, это просто невероятные люди. Из-за коронавируса большая часть творческой группы постановщиков из Москвы приехала лишь за три недели до спектакля. Все репетиции проходили в режиме онлайн. Это было очень непросто, но это очень был полезный опыт, потому что мы теперь знаем какие-то новые подходы, новые приемы. То есть нам теперь ничего не страшно. Если что-то происходит, мы всегда сможем дистанционно даже заниматься вокально. Все, что они сегодня исполняют, наши актеры, это, в принципе, было сделано дистанционно, когда мы уже приехали, был последний финишный этап. Спектакль в Кемерово особенно уникальный, потому что это абсолютно новая декорация, абсолютно новая атмосфера. Некоторые персонажи имеют другую трактовку. И, конечно же, прекрасные артисты Кемеровского музыкального театра, которые привнесли новую жизнь и свое дыхание в этот спектакль. Парижские тайны, в отличие от предыдущих постановок, Дубровский и Голубая Камея более эстрадные. Множество ярких, запоминающихся мелодий. Был и традиционный кастинг. Пригласили двух артистов, постановку впервые ввели и детей. Они стали полноправными артистами, и для многих это уникальная школа. Они непосредственные участники, они играют. И музыка, вообще музыкальная, как бы составляющая, она начинает раскрываться вообще подробно. Выбирали наиболее сильных, талантливых. Они очень как-то влились хорошо в коллектив профессиональный. Оригинальный текст «Парижских тайн» более 900 страниц. Столичный драматург Евгений Муравьев провел колоссальную работу. Литературный сериал сконцентрирован в 2,5 часа. Подан в доступной, интересной и интригующей манере. Возрастное ограничение 16+. В постановке показана жизнь светского общества и самих низов. Это фейерверк, это карнавал, это праздник. У нас очень много персонажей, видите, да, вот такая вот дороговая Ирэн. Хочется узнать, как это все в одном котле сварится, и что из этого получится. Будет замечательно. Исклюзивная история, я бы сказал, получилась. И достаточно интересная, потому что она стилизованная. То есть мы не буквально все делали, а там с точки зрения хореографии все это выглядело не буквально, а с полным намеками. Мы оставили атмосферу именно той Франции, про которую идет речь, но при этом внесли немножко такого новшества некого. Два премьерных показа прошли сам шагом с учетом ограничений. Билеты были раскуплены еще за полмесяца. Год был такой, что последний раз ходил в театр только год назад. И была эта голубая камея. Благодаря этому как бы окунаешься немножко в иную жизнь. Постоянно работаешь, работаешь, работаешь. И вдруг раз – театр есть театр. Много драйва, очень хорошая музыка, роскошное исполнение. То есть я очень довольна. Узнать все парижские тайны можно будет теперь в январе. Следите за афишами. Андрей Торопов, Павел Чернягов, Сергей Сардарян. Вести Кузбасс. События недели. С evaluated за афишами. Продолжение следует. Сété Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры сделал DimaTorzok